Продолжаем матч против Максима Снегурова. Напомню, что счет 1-0 в мою пользу после первой партии. И контроль у нас 3 минуты плюс 2 секунды после каждого хода. Практически уже поставил Е5, но вспомнил, что Максим любит играть либо итальянскую партию, либо в ответ на защиту двух храней вариант с ходом конь Ж5. Так что, пожалуй, воздержусь и пойдут С6. Интересно, какой будет дебютный выбор со стороны моего спорника здесь Е5. Самое модное в последнее время, и сыграю, пожалуй, вариант с С5. В надежде на то, что Максим здесь не идеально знает терорию. С4, ну, тоже сказано. Здесь как раз-таки терорию не знаю уже я. Обычно играет конь Ф3, только следующим ходом к С4. Могу ли я как-то этим воспользоваться? То есть, понятное дело, что всегда можно войти просто Е6, может быть, это даже сильнейшая, но... Есть еще ход Д4 в этой позиции. Знаю, в чью он пользу. Наверное, не буду связываться, пойду Е6. Опять же, конечно, у черных появляется изолятор, и пешку на Е5 не выиграть, скорее всего, не удастся, но пешка на С5 точно потеряется. Изолятор, я надеюсь, что будет компенсироваться некоторой активностью фигур. Но посмотрим. Конь С3. Снова у меня некоторый выбор. Можно взять на С5, эту пешку попытаться пожертвовать. Кем ее будет соперник брать? Ферзем, видимо. Да, и по виду похоже, что там достаточная компенсация. Хотя, конечно, есть ход Ферзь Б6, то есть С5, Ферзь Д5, Ферзь Б6. Это слегка нестандартная ситуация. Защитить, конечно, можно на Ф2, но это не очень удобно. Ну, давайте попробуем. В принципе, опять, Конь Д5 тоже есть, но там не должно быть сильно плохо. Я могу поставить Конь Е7 или даже, может быть, взять пешку на Е5, хотя это, конечно, рискованно. Ну да, Ферзь Д5 последовало. Тут уже, видимо, особого выбора у меня нет. Надо идти по принципиальному варианту. Опять же, есть ощущение, что должно быть нормально у черных, но не факт. Не факт. Ожидаю, на самом деле, просто хода Ферзь Д2, но последовало С4, довольно интересно. Что у нас С6? Непонятно. Довольно веселые мои соседи. Прошу прощения за них. Сыграю С6. Видимо, придется играть Ферзь Е4. Отдавать на Ф2. Ну, не знаю. Сомневаюсь, что это была хорошая идея со стороны Максима. Конь А4 здесь явно не пройдет. То есть, хотя бы Ферзь Б4 есть ответ. Хотя. Ну да, Ферзь Б4. Там на С2, С5. Я больше материала забираю. То есть, придется играть что-то вроде Ферзь Е4, но... Это явно нехорошо для белых. Да, Ферзь Е4 последовало. Нет ли у меня прямого выигрыша? Наверное, нет. Поэтому просто побью пешку. Роли Ф1, ну и вот тут... Надо попытаться сыграть поточнее. Именно понять, кого и в каком порядке здесь бить. Вариантах белые, видимо, хотят пойти Конь А4, но пока это не выигрывает материал, потому что всегда есть ответ Ферзь Д4. То есть, может быть, неплохая идея просто сыграть 3-0 в этой позиции и заодно пригрозить куда молодец Д4. Наверное, так и поступлю. Правда, там слунь Е6, шах он возьмет. Фи. С другой стороны вскроется еще Линяев. Ну, давайте попробуем 3-0. Обратите внимание, что Максим, как и в первой партии, подпоряжал меня по времени. Фи. Да, то есть, если удастся сыграть Конь Е7, Конь Е5, то будет, конечно, неплохо, но... Также надо считаться с тем, что... Есть какая-то конкретика. Сыграю Конь Е7. Не вижу, как я проигрываю после этого. Конь А4, его здесь Ладья Д1. Да, судя по всему, зря я это допустил. Если не сказать очень зря. Потому что... Маладья Д1 просто король Е2. И придется, видимо, жертвовать ферзя там. Ничего умнее я не вижу. И это, конечно, было... Ну, мягко говоря, невынужденно из той позиции, которая стояла всего лишь несколько ходов назад. Пытаюсь я тут отыскать какой-то скрытый ресурс, но его не наблюдается, если честно. Ну, что ж, придется играть без ферзя. Бывало и хуже. Все-таки у Черного достаточно активные фигуры до сих пор. Если там удастся играть Конь Ф5, Ладья Д8 быстро, будет не так уж плохо. Но объективно, безусловно, у Тубела в перевес. И, видимо, достаточно серьезный. Что, конечно, да. Мягко говоря, угнетающе. Ну, видимо, Максим здесь рассматривает какие-то прямые нападки на пешку Д6, вроде ФЦ4 и ФЖ4, там, комбинация этих ходов в том или ином порядке. Вот мне лично не нравится за... Ну, последствия для себя. Ходов ФЦ4, Конь Д5, ФЖ4. Ну, нет, сыгран Ладья Б1. Идея в том, что Ладья здесь теперь защита, и Белый Слон готовится выйти. Тоже очень резонный ход, на самом деле. Пойду Конь Ф5, надо так или иначе развиваться. Может быть, наверное, в развитии сна пройдет какой-нибудь трюк с Конь Д4. Кстати, помимо всего прочего, там еще, может быть, есть... Например, на ход Слон G5 есть удар Ладья H2. Интересно, что есть, но в ответ на Слон Ф4. Я пока ничего не вижу, если честно. То есть можно дать шаг, там, поменять Ладью, поставить вторую Ладью на Д8, но явно атакующих ресурсов не хватит. Да, атака играет Максим, и позиция у меня крайне тяжелая. Но ничего не поделаешь. Побью, сыграй Ладья Д8. Может быть, Ладья Ф8. Ладья Ф8 после ферзи 4. В любом случае, ферзь следующим ходом вернется в центр. Наверное, надо играть Ладья Д8 все-таки. Ж4. Ну, шаг приходится давать. Приявились. Черных сохраняется, конечно, кое-какая активность. Может быть, здесь не так уж и плохо. Шаг. Да, здесь есть Ладья Ф8. Что на это задумано? Шаг, ферзь С2 вроде не помогает. А, тут такой вот трюк, что на Ладья Ф4 будет ферзь С1. Довольно красивый ресурс. Придется играть конь Ф4. Конь Ж6. Как-то пытаться заползти слоном на Ф2. Вернул слона. Да, ну тут явно ферзь должен сейчас активизироваться, и у меня возникнут серьезные проблемы. Ферзь С4 просто. Так, шаг. Идея в том, что есть на король Ж3 Ладья Ф3. Может быть, мне удастся как-то соскочить в этой позиции. Шаг. Король Аш1, правда, есть ответ. Да, видимо, не получится. Ну, делать нечего. Придется брать пешку. Времени очень мало. Я не вижу, как я сразу теряю материал, это уже хороший знак. Восьму на Б2. Вроде как все фигуры защищены, но можно ненароком получить мат. Шаг. Ушел. С другой стороны у черных уже довольно много пешек, а это не может не радовать. Дам шаг. Сыграй конь Е5. Шаг. Ушел. Ну, важно, чтобы король каким-то образом защищал хотя бы какие-то фигуры. Черт. Пойду к королю Е4. Может быть, хочу конь Ф3 к следующим ходу. Здесь уже, наверное, черный играет на победу, объективно. К симу придется тяжело. Сыграю слон Е5. Это, конечно, обидно, уж слон на Д4. Контролировал там некоторые матующие поля. Наверное, верну его на место. На Ф7 есть король Д3, да? Там, правда, шаг. Непонятно, как выиграть. Ладно, сыграю король Д3. И мне дали поставить мат. Это, конечно, приятно, потому что после хода Ф3 я не совсем понимал, как там побеждать. Так иначе получилась интересная партия, хотя изобилующая ошибка. И всем спасибо за внимание. Увидимся в следующей партии. Продолжение следует...